Беседы о дьяволе. Беседа первая. Я думал, что от непрерывного собеседования вы почувствуете отвращение к нашим словам, но вижу, выходит противное. Не отвращение рождается в вас от непрерывности бесед, но увеличивается желание, непресыщение чувствуете вы, на удовольствие. Выходит то же, что и на мирских пишетсах бывает с любителями вина. Они чем более пьют вина, тем больше возжигают в себе жажду. И в вас, чем более мы предлагаем учение, тем больше возжигаем охоту, тем более увеличиваем желание, усиливаем любовь. Поэтому я, хотя и сознаю в себе крайнюю бедность, не перестаю подражать разумным хозяевам, предлагать вам непрерывную трапезу и ставить полную чашу учения, так как вижу, что вы и, выпив ее всю, уходите отсюда с новой жаждой. Это обнаружилось во всякое время, но особенно в прошлое воскресенье, что вы имеете ненасытимую жажду к словам Божьим. Это показал особенно тот день, в который я говорил к вам, что не должно злословить друг друга, когда я указал вам и безопаснейший предмет для осуждения, увещевая вас порицать собственные грехи, а не любопытствовать о чужих. Когда приводил в пример святых, которые осуждали самих себя, но щадили других, приводил Павла, который говорил о себе, что он первый из грешников, и что его, богохульника и гонителя и обидчика, помиловал Бог, который называл себя извергом и не считал достойным даже имени апостольского. Петра, который говорил, «Выйди от меня, потому что я человек грешный!» Матфея, который называл себя мытарем и во время апостольства. Давида, который взывал и говорил, «Беззаконимые превысили главу мою, и как тяжкое бремя тяготели на мне!» Исаию, который рыдал и с плачем опиял, «Нечист я и нечистые уста у меня!» Трех отроков, которые в пищи огненной исповедовали и говорили о себе, что они согрешили, преступили законы, не сохранили повеления Божьих. Даниила, который плакал о том же, «Когда перечистил этих святых, я назвал осуждающих мухами и представил справедливую причину такого сравнения, то есть, что как те мухи садятся на чужие раны, так и осуждающие, уязвляя чужие грехи, причиняющие из этого болезнь и сообщающимся с ними, когда делающих противно и назвал пчелами, не теми, которые причинают болезнь, но которые устояют улей величайшего благочестия и затем летают по лугу добродетелей святых, тогда-то, тогда показали вы ненасытимую свою любовь. Речь наша продлилась тогда долго, безмерно долго, как никогда еще не бывало, и многие ожидали, что от такой продолжительности слова погаснет в вас усердие к слушанию. Но вышло противное. Вас еще более разгорало сердце, более воспламенилось усердие. Из чего же это видно? Из того, что рукоплескания под конец увеличились, воскресания усилились, и случилось то же самое, что бывает в печах. Как там, сначала не очень ярко бывает блеск огня, но когда пламя охватит накладенные дрова, то и поднимается на большую высоту. Так точно случилось и в тот день. Сначала это собрание волновалось не сильно, но когда речь простерлась далеко, обняла все части предмета, и предложено было обильнейшее наставление. Тогда-то именно и разгорелась в вас охота к слушанию, и стали раздавать сильнейшее рукоплескание. Поэтому я тогда, хотя и располагал, было сказать меньше, нежели сколько сказал. Приступил, однако же, обыкновенную меру, а лучше сказать, нисколько не переступил я меры, потому что количество учений, привык я измерять не множеством слов, но расположением слушающих. У кого слушатели нерадивы, тот, хотя и сократить беседу, кажется скучным. А у кого слушатели усердны, и внимательны, и бодры, тот, если далеко продлит речь, и тогда еще не удовлетворит желанию слушателей. Впрочем, так как в таком множестве слушателей есть, конечно, и слабые, которые не могут проследить до конца за продолжительным словом, то я посоветую таковым вот что. Выслушав, что могут, пусть примут они это, и приняв, сколько для них вместимо, пусть и удалятся отсюда. Никто не запрещает им уходить, никто не принуждает их оставаться здесь сверх силы, пусть не заставляют они нас прервать слово прежде времени и обычного часа. Ты насытился, но брат твой еще алчет, ты упоен обилием сказанного, но брат твой еще жаждет. Пусть же и он не отягощает твои слабости, заставляя тебя принять что-либо сверх силы, и ты, не оскорбляя его усердия, препятствуя ему принять все, что только он может вместить. Это бывает и на мирских трапезах. Одни насыщаются скорее, другие медленнее, но ни эти не укоряют всех, ни те не осуждают этих. Только там выйти из-за стола скорее похвально, а здесь выйти из церкви скорее не похвально, но только простительно. Там оставаться дольше предосудительно и позорно, а здесь выходить позднее похвально и достойно величайшего одобрения. Почему так? Потому что там от пресыщения происходит расслабление, а здесь от духовного усердия и богоугодной ревности рождается постоянство и терпение. Но для вступления довольно время уже нам перейти к тому долгу, который остался за нами от того дня. О чем же тогда говорено было? О том, что у всех людей речь была одна. Как и природа одна. И не было никого, кто говорил бы на другом наречии или языке. Откуда же такое разноречие? От беспечности тех, кои получили дар слова. О том и другом сказали мы тогда, доказав единоречием человеколюбие Господа, а разноречием неблагодарность рабов, потому что он хотя и предвидел, что мы потеряем дар, однако ждал его. А те, коим дар был верен, оказались небрежными в хранении веренного. Итак, первое оправдательное доказательство то, что не Бога снял дар, но мы потеряли данные. Второе, затем то, что впоследствии мы получили большее в сравнении с потерянными дары. За временные труды он почтил нас вечной жизнью. За тернии волши произрастил в душах наших плод духа. Ничего не было презреннее человека, и ничто не сделалось почтеннее человека. Он был самой низшей частью разумного творения. Но ноги сделали с головою, и вместе с первенцем, то есть со Христом, вознеслись на царский престол. Как если бы великодушный и благотворительный человек, увидев, что кто-либо, избежав кораблекрушения, мог спасти отвол, а одно только тело, принял ее распростертыми руками, одел светлую одежду и оказал ему самую высокую почесть. Так и Бог поступил с нашей природой. Человек потерял все, что имел. Дерзновение, общение с Богом, собеседование в раю, беспечальную жизнь, и вышел из рая на гимн, как бы после кораблекрушения. Но Бог, приняв его, тотчас одел и, из-под вольведя его за руку, возвел на небо, хоть кораблекрушение не заслуживало извинения, потому что вся эта буря произошла не от напора ветров, а от беспечности пловца. Но Бог не посмотрел на это, а пожалел о великости несчастья, и того, кто потерпел кораблекрушение в пристани, принял так благосклонно, как будто бы он подвергся одному, на самой средине моря, оному. Ведь пасть в раю есть то же, что потерпеть кораблекрушение в пристани. Почему так? Потому что человек приткнулся и пал тогда, когда еще в нашу природу не вторглись ни скорбь, ни забота, ни труды, ни беспокойства, ни бесчисленные волнения страстей. И как морские разбойники, просверлив иногда небольшим железом, корабль спускает снизу в судно целое море. Так и тогда дьявол, увидя корабль Адамов, то есть душу, наполненную множеством добра, подошел и одним словом, как бы небольшим каким железом, просверлив этот корабль, похитил из него все богатство и самое судно потопил. Но Бог сделал прибыль больше потери, возвел нашу природу на царский престол. Поэтому и Павел взывает, говоря, с ним воскресил и посадил нас одесную и его на небесах, дабы в грядущих веках явить преизобильное богатство в благости своей. Ефесянам 2.6 Что говоришь? Дело сделано и окончено, а ты, говоришь, даявит в веках грядущих. Разве он еще не явил? Явил уже, только не всем людям, но мне верующему, а неверующий еще не видел чудо. Но тогда в тот день весь род человеческий выступишь на середину, удивиться тому, что сделано. Притом и для нас тогда будет это яснее. Мы теперь веруем, но не с одинаковой ясностью представляет это чудо слух и зрение. Удивляемся мы царям и тогда, когда-ка слышим о порфире, диадеме, золотых одеждах и царском троне. Но еще более удивляемся, когда по открытии завес виден самого царя, сидящего на высоком престоле. Тоже надо бы сказать и о единородном. Когда увидим мы, что небесные завесы поднялись, и старый архангел сходит оттуда, окруженный небесными сонмами, тогда зрение представит нам это чудо в большем виде. Да и каково, подумай, увидеть, что наша природа носится на херувимах и окружена всей ангельской силою? 274. Посмотри на мудрость Павлу, сколько выискивает он имен, чтобы изобразить человеколюбие Божие. Не сказал просто благодать, не сказал также просто богатство. Ну что, преизобильное богатство благодати. Однако же и там выразился еще недовольно сильно. Как скользкие тела и, будучи удерживаемы тысячью рук, вырываются у нас и легко ускользают. Так и человеколюбие Божие, какими бы именами ни изображали мы, не можем обнять вполне, но великость его чрезмерно превышает слабость наших слов. И Павел, испытав это и видя, что великость, человеколюбие Божие преодолевает силу слов, сказал только одно слово и отступил. Какое же это слово? Благодарение Богу за неизреченный дар его. В самом деле, никакое слово и никакой ум не сможет выразить попечительности Божией. Поэтому апостол здесь говорит, что она неизреченна, а в другом месте, что она превосходит и ум наш. Так говоря, мир Божий, превосходящий, превышающий, всякое разумение, да соблюдет сердца ваши. Серепицын 4.7. На доселе, как сказал я, найдены эти два оправдательные доказательства. Одно то, что не Бог отнял, но мы потеряли дар. А другое то, что нам дарованы блага гораздо многочисленнейшие и большие в сравнении с потерянными. Теперь я хочу сказать и о третьем доказательстве. Какое же это третье? То, что если бы Бог не дал нам впоследствии большее благо в сравнении с потерянными, но только отнял, прежде дарованные нам, когда мы сами подали повод к тому, а это надо бы наприбать, то и это одно уже достаточно доказывало бы его попечительность об нас. Не только дать, но и отнять данное есть знак величайшего человеколюбия, и в доказательство, если хотите, предложим слово о рае. Бог дал рай, это знак его попечительности. Мы оказались недостойными дара, это знак нашей непризнательности. Он отнял рай у недостойных, это было делом его благости. Какая же благость, скажешь? В отнятии дара? Подожди, наверное, услышишь. Подумай в самом деле, чем был бы Каин, если бы жил в раю после убийства, если же он и будет связан из того же лица, осужден о страдании и труд, видя близкую угрозу смерти, если имея перед глазами несчастья отца и освязая еще как бы руками следы гнева Божия, если и останавливаемый столькими бедствиями впал в такое нечестие, что не узнал природы, забыл об общности мук родившей, убил не причинившему ему никакой обиды. Коснулся братнего тела, обогрел кровью правую руку свою и не послушался Бога, который увещевал его быть спокойным, но оскорбил Творца и нанес бесчастье родителям. Смотри, на какое злодейство не решился бы он, если бы оставался в раю. Если он и тогда, как лежало в нем столько уст, сделал смертельные скачки, то в какую бы пропасть он не низринулся, когда бы отняты были эти преграды. Хочешь ли и от матери его узнать, сколь великим было благом изгнание израильского жилища? Рассмотри, что была Ева прежде и чем стала после. Прежде она, обольстителя дьявола этого злого демона, почитала более достойной верой, нежели заповеди Божии. И от одного взгляда на дерево попрала данный Богом закон. Когда же изгнана была из рая, то смотри, как она стала лучше и благоразумнее. Она, родив сына, говорит «Приобрела я человека от Бога». Господу тотчас прибегла та, которая перед тем презрела Господа. Уже не природе приписывает плод свой и не силе брака усвояет рождение сына, но признает владыку природы и ему приносит благодарность за рождение дитяти. Та, которая прежде обольстила мужа, впоследствии и дитя свое научила, и дала ему такое имя, которое могло приводить ему на память дар Божий. А родив еще другого сына, говорит «Восставил мне Бог семя вместо Авеля, которого убил Каин». Жена помнит о несчастье и неропщит, но еще благодарит Бога и называет дитя по дару, доставляя ему в этом всегдашний предмет для научения. Так и в самом лишении Бог дал еще больше блага. Жена изгнана была из рая, но через изгнание приведено к Бога по знанию, так что приобрела больше, чем потеряла. Но если полезно было, скажешь, это изгнание из рая, то для чего и в начале Бог дал рай? Полезно это было человеку по причине нашей беспечности, так как если бы прародители были внимательны к самим себе и признательны к Господу и умели вести себя воздержанно и скромно, то остались бы в чести. Но когда пренебрегли данным даром, тогда полезным оказалось изгнание. Для чего же в начале Бог дал рай? Для того, чтобы показать свое человеколюбие и то, что он готов всегда возвести нас в большую честь, но что мы сами виновь всех наказаний и мучений своих, лишая себя по беспечности данных нам благ. И вот как любящий отец вначале позволяет сыну своему жить дома и пользоваться всем отцовским, когда же увидеть, что сын от этой чести стал хуже, лишает его стола и удаляет от своего леса, а часто выгоняет из самого дома отцовского, чтобы он по изгнании, сделавшись лучше от этого позора и бесчестия, показал себя достойным опять возвратиться в дом и получить отцовское наследство. Так сделал и Бог, Он дал человеку рай, но когда человек оказался недостойным и изгнал его, чтобы он, живя вне рая и в бесчестии, сделался лучше и благоразумнее и затем оказался достойным возвращения. И вот когда он впоследствии сделался лучше, Бог опять вводит его в рай и говорит, сегодня же будешь со Мною в раю. Видишь, что не только дать рай, но и изгнать из рая было делом величайшей попечительности. Если бы человек не был изгнан из рая, то и не оказался бы опять достойным рая. 277. Это слово будем хранить в памяти всегда. Распространим его, если хотите, и на предлежащий предмет. Бог дал всем общий язык. Это дело его человеколюбия. Люди не воспользовались даром, как должно, но уклонились в крайнее безумие. Он опять отнял данное, потому что если они и тогда, как имели один язык, впали в такое безумие, что захотели построить башню до неба, то они пожелали бы они ухватиться за самую вершину неба, если бы не тот час были наказаны. Конечно, это было и невозможно для них, однако, судя по намерению, они готовы были на такое нечестие. Все это предвидя Бог за то, что они не воспользовались, как должно, одноречием, разъединяется их в надлежащей степени разноречием. И посмотри на его человеколюбие. Один язык был, говорит он, и вот они начали творить. Для чего не тотец приступил он к разделению языка, но прежде оправдывается, как бы готовить судиться в судилище. Никто ведь не скажет ему, что ты сделал. Напротив, он властен делать все, что только захочет. Однако же он, как будто подлежащий ответу, представляет оправдание, научая нас быть кроткими и человеколюбивыми. В самом деле, если владыка оправдывается перед рабами и притом оскорбившими его, тем более мы должны извиняться друг перед другом, хотя бы потерпели величайшее оскорбление. Смотри же, как он оправдывается. Был один язык, и все вот начали делать башню. Как бы так сказал. Никто, видя разделение языка, не поставляет его мне в вину. Никто, не думая, будто разноречие это введено в людях в начале. И вот один народ и один язык. Но они не воспользовались даром, как должно. И чтобы ты знал, что Бог не столько наказывает за настоящее дело, сколько наперед исправляет будущее. Выслушай следующие затем слова. Не останут они от дела, что задумали сделать. Смысл этих слов такой. Если теперь они не потерпят наказание и не будут остановлены при самом корне грехов, то нигде не остановятся возле. Это и значит, и не останут делать того, что захотели сделать. Как бы так сказал, сверх этих они сделают и другие, еще больше беззакония. Таков грех. Когда он не будет остановлен в самом начале, то подобно огню, охватившему дрова, поднимается на несказанную высоту. Видя, что и уничтожение, одноречие было делом великой человеколюбия. Бог поверг людей в разноречие, чтобы они не впали в большее нечестие. Итак, храните это слово в памяти, и добудет у вас всегда твердая и непоколебимая мысль, что Бог благ и человека любив, не только когда благотворит, но и когда наказывает. Потому что и наказание его, и кара составляет величайший удел благодеяния, важнейший вид промышления. Итак, когда увидишь, что случились неурожаи, и язвы, и засухи, и наводнения, и беспорядочные перемены в воздухе, или другой подобный битвь человеческой природы, то они изъявляют досады и негодования, но поклонись Творцу, поделись его попечительности. Он делает это и наказывает тело, чтобы вразумить душу. И это скажешь ты, Бог делает? Да, Бог делает это. И пусть предстанет здесь весь город, пусть вся вселенная, я не побоюсь сказать это. О, если бы у меня был голос сильнее трубы, и мог я стать на высоком месте, и перед всеми воскликнуть и засвидетельствовать, что Бог делает это. Не по безумию говорю это, но наимея на своей стороне пророка, который со мной восклицает и говорит, нет зла в городе, которое бы не Господь сотворил, а Мосса 3.6. Но так как слово зло имеет два смысла, то я хочу сообщить вам точное его значение с той и другой стороны, чтобы вы из-за двусмысленности названия, перемешав самые предметы, не впали в богохульство. 278. Итак, есть зло, действительное зло, блуд, прелюбодеяние, любостяжание и бесчисленное множество пороков, достойных крайнего осуждения и наказания. Опять есть зло, а лучше сказать не есть, а называется злом голод, язва, смерть, болезни и тому подобное. Все это не может быть истинным злом. Потому я и сказал, что это называется только злом. Почему же? Потому что если бы все это было злом, то не делалось бы для нас виной благ, не обузывало бы гордости, не искореняло бы беспечности, не возбуждало бы нас к рачительности и не делало бы более внимательными к самим себе. Когда я убивал, говорит Писание, тогда вы взыскивали его и обращались, и с раннего утра взывали к Богу. Зло, разумеется, здесь то, которое нас вразумляет, делает доблестными и более рачительными, приводит к любомудрию, а не то, которое достойно проклятия осуждения. Это не Божье дело, но изобретение нашего произволения, а то служит к уничтожению этого. Злом называется здесь страдание, причиняемое нам наказаниями. И называется так оно не по собственной его природе, но приспособительно к мнению людей. Так как мы привыкли называть злом не только воровство и прелюбодеяние, но и несчастье, то Бог назвал так страдание, применяясь к мнению людей. Так вот, что означают слова пророка. Нет зла в городе, которое бы не Господь сотворил. Это же выразил Бога через Исаии. Я, Бог, делаю мир и произвожу бедствие. Исаия 45.7. Злом называется и здесь бедствие. На это зло делает намек и Христос в Евангелии, когда говорит ученикам. На каждый день довольна забота, то есть огорчение и беспокойство. Итак, из всего видно, что злом Бог называет здесь наказание, и что эти наказания сам Он насылает на нас, являя в них важнейший вид своего промысла. И врач не только тогда достоин хвалы, когда выводит больного с сады и луга, или в бане и купальне, или когда предлагает ему роскошный стол, но и когда заставляет его оставаться без пищи, мучит голодом и томит жаждаю, когда приковывает к постели и дом делает темницей, лишает больного самого света и закрывает комнату со всех сторон завесами, когда подвергает его и сечение, и сжение, и предписывает горькие лекарства, и тогда он тот же врач. Поэтому не странно ли того, кто причиняет столько неприятностей, называет врачом, а Бога, если он сделает одну такую неприятность, например, наведет голод или смерть, хулить и не признавать промыслителем вселенной. А он-то один и есть истинный врач душ и телес, потому-то часто он принес в свое попеченье нашу природу, которая скачет от полноты счастья, а между тем одержима греховной горячкой, избавляет ее от болезней, бедности, голодом, смертью и другими бедствиями, и иными, какими сам знает врачествами. Но скажешь, одни бедные чувствуют голод. Нет, он наказывает не одним голодом, но и другими бесчисленными бедствиями. Бедного он часто вразумляет голодом, а богатого в изобилии живущего опасностями, болезнями и преждевременными смертями, потому что он изобретателен и имеет различные врачества для нашего спасения. Так поступают и судьи. Они не только оказывают почести жителям городов, не только награждают их венцами, не только дают им дары, но часто и наказывают их. Поэтому у них и меч изощрен, и изготовлены ямы, и колеса, и палки, и палачи, и другие бесчисленные виды наказаний. Но что у судей палач, то у бога голод, который подобно палачу наказывает нас и отводит от зла. Тоже можно видеть и у земледельцев. Они не только закрывают корень винограда, не только огораживают его, но и обрезывают и отсекают у него множество ветвей. Поэтому у них есть не только заступ, но и серпы, годные к сечению. Однако мы не осуждаем их, напротив, еще хвалим их. Особенно тогда, когда видим, что они отсекают множество бесполезных ветвей. Чтобы отняв излишнее, лучше сохранить остальные. Итак, не странно ли отца и врача, и судью, и земледельца так одобрять? И ни отца, который выгоняет сына из дома, ни врача, который изнуряет больного, ни судью, который наказывает, ни земледельца, который отсекает ветви. Не порицать и не обвинять. А бога, если когда он захочет нас, как бы страждущих головной болью, излечить от великого опьянения в нечестии, порицать и осыпать бесчисленными укоризнами. Какое безумие! Не давать Господу и того права к защищению себя, какое даем мы подобным нам рабам! 280. Это говорю теперь из опасения за самих обвинителей, чтобы они, наступая на острия, не окровавили ног, чтобы, бросая камни на небо, не поранили себе голову. Но сверх того намерен я сказать еще нечто гораздо более важное. Не стану рассуждать более по снисхождению к ним о том, для нашей ли пользы Бог взял от нас дар. И скажу только вот что. Если бы Он взял только данные, так и за это никто не мог бы обвинить Его. Потому что Он был властен в своем. И людей, когда они доверяют нам свои деньги и дают взаймы серебро, мы благодарим за то время, на которое они судили нас. А не броним за то время, когда они берут от нас свою собственность. Неужели же, скажи мне, станем и винить Бога, когда Он хочет взять свое? Не будет ли это крайне безумно? Но не так поступил великий и доблестный Иов. Он не только когда получал, но и когда терял. И тогда свидетельствовал величайшую благодарность, говоря так. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенного веки. Если же должно благодарить за то и другое в отдельности, и потеря не менее полезна, как и самый дар, то какое, скажи мне, будем иметь извинения, когда станем платить неблагодарностью тому, кто столь кроток, человеколюбив и попечителен, кто мудрее всякого врача, сердобольнее всякого отца, правдивее всякого судьи и рачительнее всякого земледельца, заботиться о душах наших, когда станем негодовать на того, перед кем должно благоговеть. Можно ли быть еще безумнее и несмысленнее тех, которые при таком благоустройстве вселенной говорят, что Бог не промышляет о нас? Если тот, кто стал бы утверждать, что солнце темно и холодно, обнаружил бы таким суждением свое крайнее неразумие, тем более тот, кто сомневается в Божьем промысле, заслужит еще гораздо больших упреков в безрассудстве. Не так светло солнце, как явно провидение Божие. И однако ж некоторые дерзают говорить, что демоны управляют нашими делами. Что мне делать? Человека любив твой владыка, он хочет лучше, чтобы ты оскорблял его этими словами, нежели чтобы, в вере в демона управления делами твоими, убедился опытом, каково управляют демоны. Тогда ты хорошо узнал бы их злобу и на самом деле. Впрочем, можно теперь представить вам ее на небольшом примере. Встретилась со Христом некоторые бесноватые, шедшие из гробов, и просили его демоны позволить им войти в стадо свиное. Он позволил, и они пошли. И точат низвергли всех свиней с утесов в море. Вот как управляют демоны. Но до свиней у них не было никакого дела, а с тобой всегда война непримиримая, брань непрестанная, вражда вечная. И если же тех животных, с коими у них ничего не было общего, демоны не могли потерпеть, и на малое мгновение времени, то чего бы ни сделали они, когда бы взяли под свою власть нас, которые враги им и беспрестанно уязвляем их, каких бы непоправимых зол не причинили нам. Поэтому Богу позволил им войти в стадо свиное, чтобы на телах бессловесных узнал ты их злобу. А что демоны и с бесноватыми сделали бы то же самое, что и со свиньими, если бы бесноватые и во время самого беснования не были хранимы промыслом Божиим, это ясно всякому. Итак, и теперь, когда увидишь человека, одержимого демоном, возлагоговей перед владыкою, познай злобу демонов, потому что можно видеть на этих бесновых и то, и другое. Человеколюбие Божие и злобу демонов. Злобу демонов, когда они возмущают и мучают душу одержимого. Человеколюбие Божие, когда Бог столь лютого демона, который, вселившись в человека, усиливается незринуть его в бездну, удерживает и останавливает, не попуская ему вполне выказать свою силу, но дозволяя обнаружить ее столько, сколько нужно для вразумления человека и для обличения собственной его демона злобы. Хочешь видеть опять и из другого примера, как управлять демон, когда Бог позволяет ему выказать свою силу? Подумая о стадах волов и овес Иова, как он потерял все в одно мгновение времени, подумая о жалкой смерти его детей, о поражении тела его, и увидишь, как жестоко, бесчеловечный и беспощадно злоба демонов. А из этого ясно познаешь, что если бы Бог предал во власть их и вселенную, они все привели бы в смятение и беспорядок, и с нами поступили бы так же, как с свиньями и теми стадами, и не посидели бы нашего спасения и на краткое мгновение времени. И если бы демоны управляли, то мы были бы ничем не лучше бесноватых, напротив, еще и хуже их, потому что тех Бог не совсем предал министовству демонов, иначе они терпели бы гораздо больше мучений, нежели какие терпят теперь. Но я желал бы говорящих это спросить еще вот о чем. Какой беспорядок в мире видят они, что все случившееся, случающееся с нами, приписывает управление демонов. Напротив, мы видим, что солнце в течение стойких лет каждый день ходит правильно, многоразличный хор звезд соблюдает свой порядок. «Луна течет безостановочно, день и ночь меняется точно. Все твари и горние и дольные, как бы в стройном каком хороводе, даже гораздо лучше и точнее, удерживают каждое свое место и не выходят из того порядка, какой в начале при создании их установил Бог». 282. «Но что польза от этого скажешь ты, когда небо и солнце, и луна, и хор, и звезд, и все прочие твари находятся в великом порядке, а наши дела в неустройстве и беспорядке». В каком это человек в неустройстве и беспорядке? Такой ты, говоришь, богатый, притесняет, грабит, похищает и каждый день истрачивает на вино имущество бедных, и не терпит никакого несчастья. А другой живет скромно, украшается воздержанием, справедливости и всеми другими добродетелями, и терпит бедность, и болезнь, и крайние бедствия. Так это соблазняет тебя? А это, говоришь, в таком случае, почему, когда видишь ты, что из грабителей многие терпят несчастье, и из забродетельных некоторые, или даже чрезвычайно многие наслаждаются счастьем, почему не оставляешь такого мнения и не прославляешь Господа? А меня это именно еще более соблазняет. Почему же из двух злых один наказывается, а другой умирает без наказания? Из двух добрых один получает почести, а другой всю жизнь бедствует, и в этом самом сказывается величайшее дело промысла Божия. Если бы он здесь всех злых наказывал и всех добрых награждал, то излишен был бы день суда. Опять, когда бы ни одного злого не наказывал и никого из добрых не награждал, тогда порочнее сделать бы еще развратнее и хуже, так как они гораздо более честных людей склонны к беспечности. И охотники на зарече еще более стали бы винить Бога и сказали бы, что дела наши остаются совсем без промысла. Если и теперь, когда некоторые злые наказываются, а добрые нагождаются, говорят, будто дела человеческие не управляются промыслом, то когда бы этого не было, чего богохульники не сказали бы, каких слов не изрыгнули бы. Вот почему Бога одних из злых людей наказывает, а других не наказывает. И одних из добрых награждает, а других не награждает. Не наказывает все, чтобы уверить в себя, что есть воскресенье. Наказывает некоторых, чтобы беспечно сделать более рачительными, возбуждая в них страх наказанием других. Опять, некоторых из добрых награждает, чтобы этими наградами побудить других к ревности о добродетели. Но не награждает всех, чтобы ты знал, что есть другое время, в которое всем даны будут награды. Если бы здесь все получали, что заслуживают, то не стали бы верить учению о воскресении. А если бы никто не получал по заслугам, то очень многие сделались бы более беспечными. Поэтому Бог одних наказывает, а других не наказывает. И делает это ко благу, и наказываемых, и не наказываемых. В одних Он истребляет порок, а других через наказание первых делает более благоразумными. И это ясно видно из того, что сказал сам Христос, когда возвестили Ему, что обрушившаяся башня задавила несколько человек. Он сказал неудеям, вы думаете, что только одни те были грешны? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, и вы потерпите то же самое. Видишь, как и те погибли за грех, и прочее спасли их не за свою правду. Но для того, чтобы благодаря наказанию тех сделать все лучше. Итак, наказанным, скажем, сделана обида, потому что и сами они, не будучи наказанным, могли бы сделать лучше от наказания других. Но если бы Бог знал, что они исправятся покаянием, то не наказал бы их, потому что если Он и предвидит, что многие не воспользуются Его долготерпением, терпит однако же их с великим снисхождением, совершая свое дело и давая им возможность как-нибудь отстать от своего безумия, то как же Он лишил бы плодов покаяния тех, которые могут исправиться от наказания других? Стало быть, этим людям не сделано никакой обиды, коль скоро и порог в них испрямлен наказанием, и тамошнее мучение будет им легче от того, что они здесь уже пострадали. Опять они наказаны и не понесли никакой обиды. Они могли, если бы захотели, воспользоваться долготерпением Божиим к исправлению себя и, удивившись незлобию Господа, возблагоговеться и безмерным снисхождением, перейти когда-нибудь к добродетели и чужие наказания обратить в собственное спасение. Если же они остаются во зле, то виной этому не Бог, который для того и долготерпит, чтобы опять стяжать их себе, но сами они не достойны извинения, потому что не воспользовались как должно Божьим долготерпением. Впрочем, не это только указать можно, причину того, почему не все злые наказываются здесь, но и другую, не меньшую той. Какую же это? Слушайте, если бы Бог всех подвергал наказание, тотчас после преступлений, то род наш давно бы уже истребился и не мог бы поддерживаться. И чтобы увериться тебе, что это правда, послушай, что говорит пророк. Если ты будешь замечать беззаконие, Господи, Господи, кто устоит? Если же угодно и рассмотреть силу этого изречения, то не входя в точное исследование жизни каждого, да и невозможно нам знать, что каждый сделал в своей жизни, укажем на то, в чем беспрекословно, как мы все согрешаем, и из этого будет нам видно и ясно, что если бы мы наказывались за каждый грех, то давно бы погибли, назвавшие брата уродом, безумным, повинен гиене огненной. Говорит Писание. Кто из нас не виновен в этом грехе? Что же? Каждого вину на тот час он бежало бы истребить. Но таким образом мы все были бы давным-давно истреблены и уничтожены. Опять о клянущемся сказано, что он хотя бы и не ложно клялся, делает дела от Укао. Кто же не клялся? И все более кто не нарушал когда-либо клятся? Сзираясь и на жену любострастными отчаянами, по слову Писания, есть настоящий любодей. И в этом грехе многие найдутся виновными. Итак, если явные грехи так велики и невыносимы, и каждый из них порой навлекает на нас неизбежное наказание, то когда мы подумаем еще о тайных грехах своих, тогда и особенно признаем промысл Божий, который не посылает на нас наказание за каждый грех. «Посему, когда увидишь, что иной грабит, неправильно обогащается и за это не наказывается, раскрои ты свою совесть, рассмотри свою жизнь, исследуй свои грехи и узнаешь хорошо, что тебе первому невыгодно быть наказываемому за каждый грех. Потому-то многие кричат нещадно, что они смотрят на свои грехи прежде чужих. Но оставишь свои, все мы занимаемся чужими. Но впредь не будем делать этого, а станем делать противное. И если увидишь, что иной праведник терпит наказание, вспомни об Иове. «Как бы ни был, кто праведен, не будет однако ж ни праведнее его, ни сколько-нибудь близок к нему. И хотя бы терпел он бесчисленное множество бедствий, все еще не перенес столько, сколько тот». Итак, приняв этого внимание, перестань обвинять Господа, зная, что Бог не оставляет человека, когда попускает ему страдать, но желает увенчать его и сделать более славным. Если же увидишь, что грешник наказывается, вспомни о расслабленном, который 38 лет лежал на одре, в удостоверении, что и он предан был этой болезни за грех. «Послушай, что говорит Христос. Вот ты здоров, иди и смотри, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Не греши». Мы получаем или возмездие за грехи, когда бываем наказываемы, или повод к приобретению венцов, если живя добродетельно, терпим несчастье. Так что в правде ли мы живем или в грехах, наказание полезное для нас, потому что оно или делает нас более славными или заставляет быть осмотрительнее и облегчает для нас будущие муки. Что наказываемые здесь и перенесшие это наказание с благодарностью, там потерпят легчайшее мучение. Послушай, как об этом говорит Павел. «Поэтому многие из вас больны и немало умирает. Если бы судили сами себя, то не были бы осуждены с миром. Будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Зная все это, будем так и любомудрствовать о промысле Божьем и прикословящим заграждать уста. Если какого-либо происшествия не объяснит ум наш, не станем поэтому думать, будто нет промысла о делах наших, но постигнув отчасти промысл Божий, непостижимое предоставим его неисследимой премудрости. В самом деле, если простому человеку невозможно понять и человеческого искусства, тем более уму человеческому нельзя постигнуть беспредельного промысла Божия, как неисследимы суды его и как неведаны пути его. Впрочем, так как и из малого получили мы ясное и верное познание обо всем, то будем благодарить Господа за все, что не случается. Есть ли желающих любомудрствовать о промысле Божьем и другое непререкаемое доказательство? Мы спросим противников, есть ли Бог? Если они скажут, что нет, то мы не будем отвечать, потому что как безумные, так и говорящие, что нет Бога. Не стоит ответа. Если и корабль с малым числом корабельщиков и пловцов не переплывет благополучно и одной стадии без управляющей им руки, то тем более столь великий мир, заключающий в себе такое множество тел, составленных из разных стихий, не просуществовал бы столько времени, если бы не было промысла управляющего им эту вселенную постоянно поддерживающего и сохраняющего. «Если же они, уважив все общее мнение и опять сознаются, что есть Бог, то скажем им вот что. Если есть Бог, как и действительно есть, то следует, что Он и справедлив, ибо коль скоро Он не справедлив, то и не Бог. А если справедлив, то каждому воздаст по заслугам. Но мы видим, не все здесь получают по заслугам. Поэтому необходимо надеяться, что готовится какая-либо другая награда, дабы тогда, когда каждый получит по заслугам, открылось правосудие Божие. И вот это доказательство ведет нас к мысли не только о промысле, но и о воскресении. Итак, зная это, будем мы сами размышлять о промысле и воскресении, и учить других. Всячески постараемся заграждать уста неистовствующих против Господа и сами прославим Его во всем. Таким образом, мы более привлечем к себе Его попечительность и получим великую помощь, а вместе с тем, возможно освободиться от действительного зла и достигнуть будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.